Я считаю, что ваша школа важнее, чем я. Закончив заталкивать вещи в сумку, Игорь резко закрывает молнию и поворачивается к Насте. Я ухожу. Он оцепляет ключ от квартиры, со связки кладет его на стоящую рядом тумбочку, оборачивается к Владимирову. И ты, кстати, тоже уходишь. Улица возле дома Игоря. День. Игорь выходит из подъезда с сумкой на плече, проходит мимо небольшой толпы. Люди в толпе возбужденно переговариваются. Он оттуда упал. А где он? Да убежал уже. И смотрят то вверх, то на разбитое окно второго этажа, то в сторону дороги. Заметив Игоря, один из девок шепчет. Это же его округа. Толпа замолкает, Игорь проходит мимо, не останавливаясь и не реагируя. Квартира Владима, кухня, вечер. На кухне негромко говорит радиоприемник. Вадим заходит на кухню, осматривается, включает горячую воду, которая начинает заливать оставленную в раковине грязную посуду. За ним заходит Игорь. Гитлер. Тем не менее, значительная часть работоспособного населения России подвижена еженедельному систематическому употреблению горячительных напитков. Как правило, пике употребления алкоголя приходится на выходные дни, начиная с вечера пятницы и... Заходи давай, садись. Он открывает холодильник, маму 90 достаёт бутылку водки, стаканы, закуску, выключает радио. Наливает Игорю больше, чем себе. Ну, за встречу. Сто лет тебя не видел. Выпив, Игорь оставляет пустой стакан, достаёт сигареты. Вадим подвигает к нему пепельницу. Да, знаю, всё время ведь так. Как только вспоминаешь, что надо старых друзей победить, тут же вдруг находятся дела неотложные. А кому ты рассказываешь, у меня та же муть. Ну, зато теперь не наобщаемся по уши. Что случилось-то, кстати? Жена выгнала? Да нет, хуже. Пришёл с работы чуть пораньше, чем обычно. А там, понимаешь, сюрприз. Наливай-ка ещё одну сюрприз. Сюрприз лежит с ней в кровати и трахает её. Вадим протяжно свистит. Так что давай за любовь не чокаясь. Да, весело. Впрочем, все они шлюхи. Они убивают, закусывают. Ну, а ты что? Собрал вещи и ушёл. Молча? Лучше бы молча. Улица возле дома Игоря день. Из окна квартиры Игоря вылетает выкинутый им Владимиров, разбивая телом стекло и выворачивая раму. Начинает собираться народ, глядя вслед убегающему Владимиру и в сторону выбитого окна. Квартира Вадима, кухня, вечер. Игорь морщится от воспоминания и наливает водки себе и Вадиму. Ты его хоть не убил? Нет. Владим усмехается. Хотя следовал бы. Ну ладно, тогда будем развлекаться, как умеем. Жить у меня можешь, сколько хочешь, не проблема. Спасибо. Да ладно, было за что. Давай ещё по одной и в магазин. Пятница – это повод выпить для всего мыслящего человечества. Аминь. Аллах Акбар, поехали. Квартира Вадима, зал. Ночь. Игорь и Вадим сидят на полу перед телевизором и увлечённо рубятся в футбол на игровой приставке. Вокруг них стоят пустые полные бутылки пива. Когда появляется возможность, они быстро делают глоток. Вадим, мы с тобой знакомы лет 15. Ага. Вот скажи, я действительно как-то у него был самовлюблённый козёл? Вадим пожимает плечами, не отрывая взгляд от экрана. Тебе ответ какой – честный или искренний? Хм, хороший выбор. Давай сначала искренний. Совершенно искренний говорю. Нет, Игорёха, ты совершенно не самовлюблённый, совершенно не козёл. Есть! Управляемый им игрок забивает гол. Хм, ну а честно? Ну, если честно, то да, что-то такое в тебе есть. Он оклюбивает пиво, потом поворачивается к Игорю. Как вот это, например, ещё назвать? Студент, которого сам Владыгин приглашал в аспирантуру, послал его к чёрту и не шёл. Да не в контору с шестизначным окладом. Вадим снова обращает внимание на экран. Не в контору, а в очень-очень среднюю школу. Непонятно зачем. Вот ты сам объяснить можешь? Семейная традиция, допустим. Управляемый им игрок обходит игрока Вадима и бьёт поворотом, но промахивается. Допустим. Потом этот вышеописанный товарищ женится на начинающей певице, оставаясь при этом на своей нихрена неоплачиваемой работе, отнимающей много-много времени и энергии. Игрок Вадима движется к воротам Игоря, обходя противника. Когда впоследствии происходит закономерно, этот человек приходит ко мне и интересуется, не слишком ли он самовлюблён. А я ему честно отвечаю. Игрок Вадима забивает гол. Таки да, определение «самовлюблённый козёл» такому человеку вполне подходит. Игорь хмыкает и перехватывает геймпад поудобнее. Как-то у тебя так и получается интересно. И вроде не возразишь. Его игрок обходит игрока Вадима, но опять промахивается. Ну и не возражай, просто прими к сведениям. Ладно, идея понятна. А что мне теперь-то делать? Его игрок, ведущий мяч, останавливается на поле. Ну не знаю, попробуй пожить для себя, наконец. Игрок Вадима подбегает к игроку Игоря. Но тот легко его обводит. Забудь про то, что ты отличный преподаватель, любящий муж, законопослушный избиратель. Просто расслабься, наконец. Начни делать то, что тебе действительно хочется. Вадим снова пытается отобрать мяч. Игорь снова уходит от него. Поменяет жизнь на другую? Ну да. Так вот просто? И всё? А ты чего ждал? Предложение повеситься, это не ко мне, я позитивный. Игрок, его игрок опять пытается отобрать мяч. Но игрок Игоря снова его обводит. Ну ёлки-палки. Игрок Игоря бежит к воротам и забивает гол. Игорь откладывает геймпад и вытягивается на ковре. В твоих словах определённый смысл. Буду думать. А я как раз предлагал обратное, Игорёк. Думай меньше, чёрт возьми. Просто живи. Он ставит игру на паузу и берёт бутылку с пивом, подняв её в ироничном тосте. За лёгкость жизни и вечный праздник. Вадим отпивает большой глоток, подавляет отрыжку и закуливает сигарету. Игорь всё так же лежит на полу. У него в голове начинают звучать песни. Счастье, что он, та же птица, Упустишь и не поймаешь, А в клетке ему утомиться. Тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Печальная песня в исполнении Насты, с которой она пытается стать популярной. Квартира Вадима, зал, ночь. Игорь, который спать, лежит на диване, держа в руках мобильный телефон. Песня продолжает звучать. Он открывает адресную книгу, смотрит на строчку «Настя». На экране появляется надпись «Удалить», и он нажимает кнопку «Удалив запись». Школьный двор, утро. Игорь идёт в кадной двери, отрывисто отвечая на приветствие и старательно игнорируя внимание и скрытые усмешки. Он не брит и раздражён. Укола, кабинет истории, день. Выпускной класс, начало урока. Игорь открывает журнал и окидывает взглядом глаз. Владимиров сидит в углу, стараясь быть незаметным. На лице у него большой синяк. Ксюша украдко шепчет со соседкой, глядя на Игоря Владимировича. Все здесь. Это хорошо. Он останавливается перед доской, глядя поверх голов учеников. Революционная ситуация, сложившаяся практически во всех европейских странах, обострила не только внутренние конфликты, но и внешние. Страны с разными государственными идеологиями и противоположными интересами старательно искали повод для войны друг с другом. Мир в то время был намного более агрессивен, и вооружённое противостояние считалось самым быстрым и надёжным методом решения международных проблем. Напряжение накапливалось, и начало мировой войны было неизбежно. Требовался только подходящий повод. Именно такой повод получила Австро-Венгрия, когда в Сараево был убит Франц Фердинанд, предполагаемый наследник престола. Игорь продолжает что-то рассказывать, пишет на доске даты, отвечает на вопросы. И всё же, настоящий я — это кто? Тот, кто сейчас добросовестно выполняет свой нелёгкий труд на благо общества? Или настоящий я — это тот, кто хочет убить всех этих молодых зверьков и списать на их труфах тарантеллу? И если тот идиот на задней парте сейчас не заткнётся, этот вопрос может перейти в практическую плоскость. Звонок к окончанию урока. Дети выходят из кабинета. Проходя мимо учительского стола, Ксюша подмиривает. Ксюша подмиривает Игоря и вкладывает небольшой листок в стопку лежащих на столе тетради с домашними работниками. Игорь провожает её след. Дождавшись, пока все ученики выйдут, Игорь достает листок и, перевернув его, видит изображение педобира и фразу. Хочешь отомстить жене? Спроси меня. Он издаёт ненятный звук и, прокачав головой, с ним сминает листок. В это время раздаётся стук в дверь. Пойдите. Елена открывает дверь и прислоняется к косяку. Привет. Как ты? Живой. Держишься неплохо. Молодец. Дальше будет хуже. Я-то знаю. Опыт есть. Но я это пережила, и ты справишься. Удачи тебе. Спасибо, Елена. Он бросает смятый листок в урну и достаёт пачку сигарет. Игорь Труда Борисовна просил передать, чтобы ты к ней зашёл. Видимо, придётся. Он идёт к выходу, и они с Еленой окажутся совсем близко. Возникает малетная неловкость. Потом Елена делает шаг назад. Игорь выходит за ней, запирает кабинет. Школа. Кабинет директора. День. Игорь Труда Борисовна сидит за столом, делая пометки о документах. Входит Игорь. Вызывали? Игорь Труда Борисовна продолжает писать. Угу. Проходи, Игорь Владимирович. Садись. Она... Она делает последнюю пометку и поднимает глаза на усевшегося на стуле Игоря. Что скажешь? А помолчать можно? Ну, посиди, помолчи. Покури вот, например. Она подбегает к Игорю пепельницу и достаёт папиросы. Игорь моментально закуривает и немного расслабляется. Увольняться не планируешь? Да, вроде пока нет. Вот и не планируй. Будь так добр. Конец года близко. Говорят, ты Владимирова из окна выкинул. Нет заявления, нет потерпевшего. Ну и ладно. Лена, сколько ребят у тебя Игорь сдаёт? Двенадцать. В общем, уже тринадцать. Так, слушаю вас внимательно. Отец Владимирова вчера приходил. Его оболтусу для поступления на юридический нужен экзамен по истории. И репетитор. Чудесно. А его отец, он как, совсем сыном не интересуется или просто идиот? Ну, на вид вроде бы вменяемый, представительный такой мужчина. Да вот пусть приставит себе жопу и идёт в неё стрелевым шагом под барабан. Игорь резко встаёт с места и начинает ходить по кабинету. Игорь Владимирович, успокойся быстренько и сядь на место. Что ты дёргаешься, как целка на первом свидании? Валерьяночки на...